Привет, ребятки. Не туда открываю. Занят врач. Лермонтовский на линии. Мы находимся в здании поликлиники. Я пришла на массаж, но массажист сильно занят. Молодая, интересная особа у него. На кушетке лежала. Поэтому мы с вами заглянем сюда немножечко попозже. А пока идем, я вас прогуляю. Тут, оказывается, еще и клуб есть. Так. Тут у нас развлечение, оказывается. А мы с вами сидим, как вот тютю. Ничего не знаем, да? Развлекаться. Улыбаться беззубым ртом. Так, ребятки. Массажное отделение. Ну и всякая ерунда. ЭЭГЭ, ЭХОЭХ, РЭХ, ЭМТ, ЭНМ. Не знаю, как назвать. В общем, так. Сегодня я думала, это зима. А это вот теперь. И дорога к клубу ведет через снежок. Вот по нему мы с вами и потопчем. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Я ждала, его так ждала. А он сидит тут в клуб. Запрятался. Ребятки, когда я снимаю на итальянском языке, я маленькие кусочки роликов отправляю Эриксону. Поэтому сейчас будет такая вставочка. Эриксон, guarda qua. Quasi diverte. Devono far vedere film, fare una discotheca. Но дверь в клуб засыпана снегом, ребята. Может, здесь есть другой вход? Вход со стороны не клуба. Клуба. Тут ходили только какие-то собачки и кошечки. И мы с вами. Нет. Клуб не працюй. Танцы кончились. Кинами будет. Смотрите, какое красивое здание. Шикарное. Но это, наверное, не территория, конечно. Это уже не территория. Это за территорией. Видите, как красиво. На здании нарисованы. Кто там? Пушкин у нас. Вроде бы, как кафешка какая-то. А я там не была. А там музыка играет. Что, киска замерзла? Мышку пошла ловить. Ладно. Киска за мышкой. Тут у нас куча собачек. Это наши друзья. Их все кормят. Тех, кто в санатории. Хотя со столовой ничего выносить нельзя. Там, в принципе, выносить-то ничего. Даже если бы и хотел. Вот. Но мы пока суть до дела. Пока там массажист занят молодой, интересной особой. Мы с вами сбегаем и запишемся на маникюре-педикюр. Бегу, смотрю. Такая парикмахерская, красивая. А это, оказывается, для кошек и собачек. А нам чуть-чуть дальше звонят. Подбежали дальше. А вон как раз и карамель называется. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что нам здесь будет приглашать. Время – деньги, ребята. Так, шлепайте деньги, не отходя от кассы. Мы же в Одессе. Так, смотрите, какое красивое здание, да? Денежки, кстати, надо поменять, потому что они на Украине почему-то очень быстро заканчиваются. Пока ничего другого показать не могу. Мы же с вами на массаж как бы должны сходить, да? Или записаться на массаж. Но на маникюр-педикюр там впереди церковь, как красивая. Я уже записалась. Так что завтра у меня и маникюр, и педикюр, и чистка лица. И протезирование, ой, мы не можем кого-то проигнорировать. Нельзя. И лечение. В общем, загрузка по полной. И бомбини, каминонос ланевы, кумафосы немки. Девочка шла впереди по снегу. Скользит, не скользит. А она идет себе как танк. То, что мы видели с вами сзади, это, оказывается, отель Лермонтовский. Так что, ребята, не с красной дорожкой, но с дорожкой. Можем махнуть, не глядя. Санаторий. На отель. Что вы скажете? Там хорошо, но нам туда не надо. Покупить что-то хотите? Вот эти цепочки, сережки, дырюшечки всякие. Подразируешься? Да. Зачем? Нельзя? Нет. Не буду. Сказала, хозяюшка, снимать нельзя. Ну, нельзя, не надо. Идем на массаж. Протаптываем все больше и больше тапинки. А какие ели тут, а? А вон голубая ель впереди, ребята. А воздух какой? Вы слышите? Или вы слышите только мой шепелявый разговор? Я ж теперь по дадеситку разговариваю. Мы ж в Одессе. Можете меня называть тетя Моня. Тетя Моня приехала с Гену и в Одессу будет у вас жить. Вот так оно у нас и получается. Тетя Моня, вы ж только под сосульки не идите. А то снег башка падет, вернее, лед совсем больно будет. Ладно, пойдем. А может, мы с вами еще шиповничка на скубане? А? Гляньте. Это шиповник, ребята. Красненький, созревший. И никто не рвет. А я думаю, что тут сосульками. Обросла эта котельня, оказывается. Это значит, Россия газ перерезала. Или дала не в достаточном количестве. Батарея в номере прохладненькая. Но мне дали обогреватель. Ребята, кто хочет со мной выпить чашечку кавы? А? Я хочу. А сюда только до 10 гривен. Ух ты, ёлки. А я чуть полтинник не вперла. А у меня мелких грошей немало. Значит, в следующий раз. Жди меня, красавица, я приду. А мы с вами гуляли. Мне что тут? Крани починили. Ничего не журчить. Народ. А где наша вода? Вода. Ты где? Ты чего, ты журчишь? Видите ли, лёг плитку отмыла. Все швы чистенькие, всё нормально. С унитаза тоже хоть воду пей. Всё чисто. Дезинфицированная. Но воды нет. Ку-ку. Что будем делать? Кофе не попили, воды нет. Будем ждать обеда. Зашла в аптеку, девушка, разменяйте полсунечка. Кофеёчку попыть хочется. Няма. Вот так, не может, слушай, няма. Всё кончилось. Дурные автоматы в Одессе, да? По 50 гривен хотят брать. Так, короче, народ, вы запомнили. Нам надо сейчас взять бумажку и порасписывать всё. Потому что она уже сегодня магниты проморгала. Завтра она вытянула, по-бежнюю. Чтобы вниз поставить. О, так поприлично. Не смотрите на меня сверху вниз, на то убежу. Короче, сейчас я возьму бумажку и сделаю себе такое расписание. Потому что пока эту всю книжку пролистаешь, пускай эта процедура от тебя раз и улетела. А мне там процедурки добавились. Поэтому завтра мы начнём их делать. А доктор у нас, моя врачиха, сказала, кто тебя протезирует? Борис Борисович. Он говорит, хорошо ты попал. Я говорю, я уже это поняла. Дядька 60 с гаком лет, но у него, говорит, он жену потерял. Хороший, говорит, дядька. Но он так качественно надо мной работал, ребят. Он просто увлёк на меня и вот это всё вычищал. Это всё вычищал. Эти зубы ставились в 2006 году. Это моя слуха мне. Перед свадьбой сына ставил. Ну тогда такое ставил. Что сделаешь? Теперь всё это надо переделывать. Лечение продолжается, а я жду обеда. Варенка, кинь бутербродик. Кушать хочется. Обед ещё не скоро. Куфе не попила. Ой, так, ладно. Что у нас завтра? Грязь на кисти рук. Значит, пишем. Грязь. И магнитотерапия, которую я сегодня прав тыкал. Магнит. Напишем на 8 утра. Пойдём перед завтраком посмотрим, что сможем сделать. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Седьмое число. Первый корпус. Что за глюк? Глюк. Что за глюки, ребята? 131 кабинет. Будем разбираться завтра. Что у нас тут за глюки? В нашем корпусе. Первый этаж. 131. Седьмое число. Пишем. А время не написано. Значит, что работает круглосуточно. Ага. 131. Напишем глюк. Так. Так. Что у нас завтра? Механотерапия. 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 З 10 до 12. Игорь. Приходьте. Приходьте. Ну и наконец массаж. На массаж нам назначили. На 13. Водин 45 рублей. Механотерапия. В поликлинике, где мы с вами сегодня были. Массаж. Массаж. Форсаж. Бояш. Так. Тут у нас закончилось. Но. Массаж 1345. А фиг мы успеем. А у нас завтра педикюр и маникюр. Так. Будем подгонять. Маникюр с педикюром. Педикюр на 12. 12. Так. Очистка лица. На 17. Да. Но между ними же еще у нас. В 14.30. Наш главный врач. Борис Борисович. Боря. По-домашнему. И в 17 часов. Чистка морды. Лица. Вот это грузанула я себя. Слышу. Пацан разговаривает. По телефону говорит. Да назначили 4 процедуры. Целый день сидишь. Ребята. Я с утра как метелка. Я не знаю когда я остановлюсь. У меня времени на все не хватает. Кофе некогда попить. Гроши на него. Ладненько. Так что. Боевая готовность номер 2. А жрать-то хочется. Ой. А мне же сегодня еще ездить. Свою фото мордочку на паспорт. Щелкать. Сейчас надо еще. Волосы как-то в порядок привести. А воды не мах. И что делать? Что делать? Что делать? Ничего не делать. Паспортные фотографии. Они заставляют улыбаться не только нас. А даже пограничников. Ой. То есть пограничников. Которые потом на наши фотографии сунут. Так что. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Фотография на память. Все, ребятки. Фотография на память. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok